МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Теперь по пятницам мы будем с вами рассматривать проблемы, которые волнуют нас всех. А их, к сожалению, меньше не становится. В эфире информационно-публицистическая программа опять по пятницам. Если вы останетесь на нашем канале, то узнаете о керосиновой бомбе в Зябровке Гомельского района или о том, почему белорусская корпусная мебель изготавливается из зарубежных комплектующих. А также про посредничество, доведенное не только до абсурда, но и до уголовного дела или как продаются трупы. О том, что наш областной центр экологически небезопасен, открыто стали говорить после аварии на Чернобыльской атомной станции. На предотвращение последствий трагедии были брошены немалые средства. И по сей день продолжается финансирование чернобыльской программы. Но Гомель, к сожалению, окружают другие мины замедленного действия. На северо-западе – химзаводские горы фосфогипса, на юге – керосиновая линза в районе Зябровки. Последние тяжелые бомбардировщики оторвались от этой полосы 18 лет назад и безвозвратно покинули наши просторы. Бомбардировщики Ту-22 средней дальности по прозвищу «Шила» оставили после себя многочисленные спецсооружения и инженерные коммуникации. Среди них и три заправочных станции для нужд боевой авиации. Вы представляете, чтобы самолет в один заливалось около 100 тонн. А здесь самолет не один. Вот на маршрут идет самолет, в нем тонн 70 заливается керосина. Это на 4 часа. А полеты были два раза в неделю. Бомбардировщики поднимались в небо с полными баками керосина. Но не для всего аэродромного топлива была уготована такая благородная участь – сгореть в двигателях крылатых машин. Советский Союз был богатый на природные ресурсы державы. И учет горюче-смазочных материалов, в том числе авиационного, керосина, если и был, то, скорее всего, на глазок. Огромное количество горючего до сих пор находится под этой взлетной полосой. Керосин, смешавшись с водой, дрейфует между пластами земли на глубине около 10 метров. О том, как там оказалось дорогостоящее авиационное топливо, достоверно ничего неизвестно. Однако имеется множество версий. Версия какая? Утечка где-то топлива была. Парадромы уже трубопроводы шли. Централизованная заправка была. И вот, может, где протечка была, уходил. При сливе топлива тоже, говорится, уходил керосин. Но сливали топливо в землю? В землю так, что, говорится, нагло не сливалось. По подсчетам экологов, в недрах Зябровки блуждает порядка 15 тысяч кубометров керосин во водяной смеси. Этот высокотоксичный продукт может оказаться не только в шахтных колодцах или в самодельных колонках садоводов-огородников. В зоне риска – кореневский водозабор, питающий своей водой население. Подземные воды, они не стоят на месте, они не в таком статическом состоянии. Они в динамике, они движутся. Есть подземные течения с определенной скоростью, перемещаются эти воды. И самое опасное на этом участке, что с загрязненным авиационным керосином, что движение подземных вод направлено в сторону кореневского водозабора. Впрочем, не только загрязнением важного источника питьевой воды грозит эта керосиновая бомба. Ученые не исключают ситуации, когда легкие углеводороды, нефтепродукты, воспламеняются под землей. Также они уменьшают плотность почвы, грозя разрушениями всем наземным конструкциям. Эти предположения основываются на чрезвычайных происшествиях, которых предостаточно в истории нефтедобычи. Жидкие углеводороды, они могут зависать на грунтовых водах, то есть на капиллярной кайме, на грунтовых водах. И при определенных условиях сохраняться там очень длительное время, создавая пожароопасную обстановку на той территории, где имеет место это загрязнение. А вот проходя зону до уровня грунтовых вод, они могут менять показатели физико-механических свойств грунтов, то есть снижать несущую способность грунтов. И тогда на этих территориях возможна деформация любых инженерных сооружений, которые там расположены. В случае с зябровскими залежами керосина остается непонятным то, почему ни военные базировавшегося здесь авиаполка, ни местные власти, за минувшее десятилетие так и не смогли ликвидировать источник опасного загрязнения. Несколько лет назад была предпринята попытка выкачать керосин из-под земли. Однако работы свернули до срока, так и не обезвредив керосиновую бомбу мощностью 15 тысяч кубических метров. Технологии в мире существуют. К этой теме пробовали подступать власти Гомельского района через определенные структуры. Но потом эта тема была приостановлена по разным причинам, а проблема осталась. Мы готовы при наличии проекта инициировать через власть, через область полком и софинансирование в реализации этого проекта из фонда охраны природы для того, чтобы решить проблему загрязнения подземными водами. Точное местонахождение керосиновой линзы, как это загрязнение называют ученые, сегодня неизвестно. Для таких данных необходимы специальные исследования и замеры на месте, которые давненько никто не проводил. О существовании специальной программы по очистке подземных вод в Зябровке тоже ничего неизвестно. А значит, обезвреживание этой керосиновой бомбы процесс отнюдь не скорый. Другое дело, что бездействие в таких ситуациях может стать преступным. Как видим, ситуация неоднозначная и требует немалых финансовых средств. А средства на эти и другие нужды, к сожалению, мы еще не научились до конца зарабатывать. Об этом наш следующий сюжет. Самое очевидное, что в регионе с богатейшими лесными запасами и индустрией деревообработки мебельное производство должно быть одной из главных доходных статей. Но посмотрите на свою корпусную мебель дома или на работе. Подчеркиваю, мебель на основе ДСП почти на 100% она состоит из импортных комплектующих. В условиях значительного подорожания импорта мы заинтересовались, какова доля отечественных материалов в конечных продуктах белорусского производства. Например, мебели. В Гомеле полтора десятка малых и средних фирм заняты производством этого товара народного потребления. Одна из них, Кемер, уже пять лет изготавливает корпусную мебель на основе ДСП по индивидуальным заказам. За пять лет, в принципе, наверное, процентов на пять только было импортно-семеняющей продукции, комплектующих в изготовлении мебели. Реческий метизм завод стал выпускать продукцию, аналогичную китайским метизмам, либо польским метизмам, которую можно уже использовать для изготовления мебели. Но это очень малая часть того, что можно было, скажем, заменить. Получается, что даже не ручеёк, а огромный поток валюты уходит за рубеж на закупку импортного ДСП, фурнитуры, отделочной плёнки и метизов. А ведь именно мебель на основе ДСП самая массовая и доступная по цене. И значит, в самом обычном бельевом шкафу «Made in Belarus» только шурупы дотрут рабочих. Более того, станки, с помощью которых этот шкаф сделан, также импортные. Для производства мебели используется только импортное оборудование и инструмент. И всё получается, что белорусского там тоже ничего нет. Ситуация, если в неё заглянуть поглубже, начинает выглядеть абсурдной. Во-первых, примитивнейшие метизы в массе закупаются китайские. Между тем, под боком реческий метизный завод. Элементарные дверные петли, состоящие всего из трёх конструктивных элементов, в стране вообще не выпускаются. Одна петля стоит, самая простая, 23 цента за одну штуку. Если там даже вложить в эту стоимость валютную 3 цента прибыли, то я не могу сказать, какое количество петли потребляется в Республике Беларусь, но я думаю, деньги будут просто колоссальнейшие. Руководители частных мебельных предприятий вдобавок к проблемам по импорту всё острее ощущают кадровый дефицит. Конструктора и простые рабочие, по словам директоров, массово отправляются в Россию и Украину на профильную, но более денежную работу. Более того, и сами предприниматели активно переносят свой бизнес за пределы нашей страны. Рабочий ресурс, который у нас работал не один год, уже даже не один 10 лет, он просто-напросто отсюда уезжает из-за того, что мы не можем дать такие зарплаты, которые формируются даже у ближайших наших соседей, в том числе в России. Вокруг белорусской границы, скажем так, это явно видно в Новозыпкове, в Злынке, в Клинцах, в Брянске, очень много наших бизнесменов, которые удачно, нормально работают на территории России. Если такая тенденция сохранится, то за относительно недорогой корпусной мебелью мы вскоре будем ездить в Россию, потому что здесь, в Гомеле, ее не из чего, а главное, не с кем будет делать. Самое время прерваться на рекламу, потому что это один из спонсоров нашей программы. А если и вы хотите размещать свою рекламу в наших выпусках, звоните по телефону 77-61-14, присылайте заявки по электронной почте, наш сайт в интернете – www.tvrgomel.by. После рекламы вы увидите сюжет, даже трудно высказать, о торговле трупами. Поговорим о посреднической деятельности. Недавно президент Республики Беларусь Александр Лукашенко жестко раскритиковал сложившиеся в нашей стране посреднические схемы. Эта проблема стала криминальной, отметил глава государства, прежде всего потому, что посредники – это в основном родственники, дети, приближенные друзья отдельных руководителей, которые закупают некий востребованный товар белорусский или импортный. Действительно, эта тема поднимается в нашей стране не в первый раз. Но есть ряд отраслей, которые вряд ли смогут сегодня обойтись без посредников. К примеру, мы хорошо осведомлены о том, насколько разворотлива наша торговля, не способная оперативно заполнять образующиеся ниши. А есть случаи посредничества особого свойства. Некоторые из них напоминают театр абсурда. И думается, что мастер гробовых дел Безинчук, безукоризненно вылепленный Ильфом и Петровым, остался бы не у дел, а кажись он, в наших сегодняшних реалиях. Вот вам пример. Еще не успела скорая помощь или милиция прибыть по адресу отошедшего в мир иной гражданина, когда брохоты из ритуальных фирм уже названивают скорбящим родственникам, предлагая всевозможные услуги. Подобные истории сегодня могут поведать многие семьи, которым приходилось хоронить кого-либо из близких или родных. Но вот вопрос. Откуда похоронные посредники получают информацию, в которой имеются не только данные о новоиспеченном покойнике и адресе его последнего места жительства, но и контактные данные родственников представившегося? Ответ на этот отнюдь не праздный вопрос, затрагивающий конституционную неприкосновенность частной жизни, дает последнее уголовное дело, находящееся в производстве Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области. Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в отношении помощника дежурного оперативно-дежурной службы отдела внутренних дел по центральному району города Гомеля, который получал взятки от индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность в сфере оказания ритуальных услуг. За что передавали взятки? В первую очередь за предоставление информации о фактах смерти граждан, оперативной информации с указанием адресов, номеров телефонов. К сведению, это не единственное дело о торговле трупами, которое оказалось в поле зрения гомельских правоохранителей. Почти три года назад сотрудники КГБ раскрыли подобную криминальную схему с участием патолога-анатомов, которые за материальное вознаграждение снабжали частное бюро ритуальных услуг информацией о свежих покойниках. Спрос на такие сведения в условиях жесточайшей конкуренции в среде гробовщиков чрезвычайно высок. В роли информаторов-посредников выступают медики, соцработники, а теперь вот и милиционеры. Поскольку индивидуальные предприниматели, точнее говоря, у нас пока речь идет об одном индивидуальном предпринимателе, предприниматель передавал взятки сотрудникам милиции, то за эти действия, они, конечно же, тоже уголовно наказуемы, он и понесет ответственность. То есть по всем фактам, по которым сотрудник милиции будет нести ответственность за получение взяток, предприниматель будет нести ответственность за дачу взяток. Каким бы ни был исход этого дела, очевидно одно. Серые посреднические схемы будут процветать до тех пор, пока для них существует благоприятная почва. Пока за недобросовестные предпринимательства не лишают лицензии, да и сами понятия добросовестность и порядочность все чаще пасуют перед золотым тельцом. На этом первый выпуск нашей программы закончен. Те, кто не успел посмотреть его полностью, могут увидеть повтор по понедельникам в 7 часов утра на канале Беларусь-2. А интернет-версия доступна круглосуточно на нашем сайте по адресу www.tvrgomel.by. До новых встреч в эфире! Субтитры подогнал «Симон»!